Повышение тарифов – злободневная тема. Для многих она превращается в уравнение со многими неизвестными. Как, сколько и за что мы будем платить в 2013 году, рассказали журналистам на брифинге представители службы по тарифам, госжилинспекции, Минстроя Республики, управляющих компаний. С нового года жителям Республики начали приходить новые квитанции за услуги ЖКХ с дополнительными строчками – тепловая энергия, компонент на теплоноситель и компонент – тариф на холодную воду. Если ранее устанавливался единый тариф на горячую воду, то теперь в зависимости от системы водоснабжения, открытой или закрытой, будет начисляться плата по двум компонентам. Горячая вода отбирается напрямую из системы отопления. Вот эта система считается открытой схемой. В этом случае, как в виде горячей воды, потребителям поступает химически очищенная вода, которая подготавливается специально для технологического оборудования ресурсов набрающих организаций. А при закрытой схеме вода идет по четырехтрудной системе, она напрямую из системы отопления не отбирается. Она подготавливается либо на источники теплоснабжения через те же самые водоподогревенные устройства, либо через байнера, которые установлены в многоквартирных жилых домах. Холодная вода из сети берется. Она подогревается через теплообменники тепловой энергии, которая поступает уже из системы теплоснабжения. Причем выигрыши остаются те жители, которые живут в домах с закрытой системой. Для них куб горячей воды будет стоить 74 рубля. Жителям многоквартирных домов с открытой системой, а их столицы в три раза больше, придется выкладывать по 93 рубля за куб. В итоге у нас оказались выигрыши дома, ну если так грубо сказать, старой застройки. Это с закрытым водоснабжением. Все новые микрорайоны, которые снабжение происходит от котельной, они остались в проигрыше. Просто такая цифра у нас, что мы выставили жителям до начислить, вот на эти 39 домов, порядка 400 тысяч рублей до начисления, свыше того, что было ранее. Жильцы многоквартирных домов только начали получать новые квитанции и подсчитывать свои расходы. А в госжилинспекции и управляющих компаниях уже готовы к шквалу звонков от горожан и заверяют, что постараются ответить каждому. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.